Приветствую всех неравнодушных к моей истории, к моему перегону. 24-й день настал. Я проснулся сегодня вот с такой вот гривой. И знаете что? Она не расчесывается. Она застыла. Да, вот такая вот ерунда. Но ничего так. Значит, сегодня пасмурно. МЧС засыпает меня смс-ками, потому что возможны ливни, град и жара до плюс 38. Лучше условий не придумаешь. Надо отсюда валить и побыстрее. Так, сейчас сколько? 6 утра. Выехал я час назад с заправки с Лукойла, где я заряжался. Охранник там вообще хороший тип. Есть о чем с ним поговорить. Но это не так важно. Розетка. Да, кстати, сейчас я сделаю вставку. Где находилась розетка? Я хотел ее вставить в прошлое видео, но так и забыл. Я, в общем-то, заряжаюсь на Лукойле. Оказывается, я приехал чуть-чуть не на тот Лукойл. В плакшере указан другой Лукойл. И фото к нему, где находится розетка. Я не доехал до него буквально километр, наверное, два. Здесь Лукойл точно такой же, только без этой розетки. Я бегал, искал, искал ее, короче, не нашел. Потом охранник уже говорит, что ищешь ты? Говорит, это типа розетку ищу. Я знаю точно, что она тут есть. Ну, 220 вольт подключиться надо. Я прям 100% знаю, что она есть. И он такой, ну, раз знаешь, тогда идем за мной. Я покажу тебе ее. А сейчас я покажу ее вам всем. Та-дам! Та-дам! Такие вот дела. Сам не ожидал, что в таких местах могут быть спрятаны розетки. Но вот у сам этого и увидел. Так, значит, движемся мы в сторону Самары. Да, маршрут все еще не изменился. Точно такой же, как и вчера. До ближайшей заправки Лукойл 69 километров. Кстати, сейчас тоже еще сделаю небольшую вставку. После вчерашнего прогрева аккумуляторов до 42,6 градусов, по-моему, максимальная температура была, у меня повысился сох. И впервые я смог зарядить аккумулятор не до, получается, 15,7 киловатт-час приняло, а 15,8 киловатт-час. Очень интересно. Обычный сох-рос после быстрого разряда и быстрого заряда. А здесь я, ну, просто двигаюсь. Ну, да, где-то, может быть, там, какие-то резкие обгоны делаю. Но это все ерунда, на самом деле, по сравнению с длительными, быстрыми разрядами и зарядами. Вот. Сох немного подрос. Практически вернулся на то же состояние, на котором был. Три десяток не хватает мне вернуть. Вот. А по ремейну, ремейн вырос максимальный. Вот здесь я не знаю. Это, на самом деле, величина виртуальная. Поэтому как-то сложно на нее опираться и что-то рассуждать точно, исходя из этих цифр. Но очень даже приятно, что даже на 100 ватт аккумулятор принимает больше. Главное, чтобы это были не просто цифры. Главное, чтобы эти 100 ватт я реально мог израсходовать на дороге. Да, и насчет ремонтов. Я вот уже проехал 35 километров. 36. И ремонтов нет. Это, на самом деле, хорошо. Мне нравится. Просто мне не нравится, что... Была куча информации о том, что ремонты, 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 ремонты... А ремонты нет. Вот сейчас я говорю, ремонта нет. И прямо за этим холмом по-любому будет... И реверсивное движение, которое остановит меня на полчаса. Надеюсь, этого не будет. Так. Вот. По-моему, мы сейчас находимся еще в Оренбургской области. Маленький кусочек Оренбургской области пересекает на пути. СМС-ка-то от МТС мне пришла. В общем, кстати, классная СМС-ка. Якобы лично от директора. Ну, это, понятно, присылается шаблон всем пересекающим границу. А так вот такой вот рельеф холмистый. Почему-то в СМС-ке было написано, что это степи. Пусть будет так, значит, это степи. Едем то вверх, то вниз. Я по классике еду только на круиз-контроле с заданной скоростью. В данном случае я задал 60, а может и 63. Не суть. 60-65 нормальная скорость для экономного передвижения на лифе. Вот, кстати, расход 8,5. 8,6. Вот, 8,5 был. Это потому, что сзади летел какой-то бешеный, ну, как обычно, бешеный дальнобойщик. Прижался прям в жопу ко мне. Ну, в принципе, там трасса позволяла ехать быстро. Рельеф был такой. То вверх, то вниз. И я как-то разогнался и не заметил, что... Что перешел к неэкономному вождению. Да, забыться об этом очень легко, потому что автомобиль просто... Он располагает к тому, чтобы забыть об экономном вождении. И вспоминаешь о том, что надо экономить только когда... Но вдруг смотришь на шкалу заряда, и половины уже нет. Едет он, конечно, просто супер. Не напрягаясь, берет любой подъем. С горочки спускается. Только рекуперация напоминает о том, что вот он электромобиль. Да, кстати, там в комментариях опять советчики нашлись, которые... Включая нейтралку, ответ конкретно вам всем. Никогда я не включу нейтралку на спуске. Никогда. Хотите включать нейтралку? Да, пожалуйста, включайте нейтралку хоть на любом спуске. Хоть с обрыва на нейтралке падайте. Автомобиль должен быть всегда под контролем. И вот эта вот дрочка с этой шайбой, нейтралка, нейтралка... Нравится вам дрочиться с ней? Дрочитесь. А я лучше, если захочу вот с этого спуска спуститься побыстрее, просто чуть-чуть нажму на педаль, и все. Машинка покатилась, как и на нейтралке. Вот только мне не нужно вот трогать вот эту шайбу лишний раз. Не нужно лишний раз напрягать электронику, которая переваривает и так огромные токи. А тут я ей еще поддам просто резкий пинок из 100 ампер или из 120. Так, по поводу нейтралки закончил. Сейчас вот подумал насчет ремонтов. Там мне говорилось о том, что закрыты трассы, ремонты, ремонты, ремонты. И вот мне пришла мысль, еду я, еду, и пришла мысль, что, возможно, эти данные просто устаревшие. Посмотрите, какая дорога. Я даже выехал и не заметил, что дорога-то уже свежая. Отбойнички свежие, каналы для отвода воды свежие. Все новое. Здесь уже было перекрыт участок, здесь уже были ремонты, здесь уже все сделали. А информацию никто не обновил. Да, они ушли, получается, уже западнее работать. Ой, восточнее, восточнее. А, получается, начинали с запада. Я надеюсь, что на пути к Самаре больше не будет уже ни одного ремонта. Будет именно такая гладкая дорожка. Потому что в прошлый раз, когда я здесь ехал, это было года два с половиной, три года уже назад ровно, здесь была просто не дорога, а катастрофа. Здесь были одни ямы, трещины, заплатки. Мелкие-мелкие такие, что едешь и прям вот... В какой-то момент психуешь и просто летишь 100-120. Лишь бы просто пролететь скорее. Эту гадость, это гадство. Вот. А здесь я смотрю уже как-то более-менее эти участки сделаны. Дорога ровная. Посмотрим, что меня ждет впереди, ближе к Самаре. Там-то совсем была печаль. Как-то незаметно я въехал в Татарстан. Даже никакой таблички не увидел. Хотя, может, пропустил просто. Вот. До Самары 160 километров, судя по знаку, было. Так, что еще? Да, снова 5 часов вечера. Ой, 5 часов утра у меня. Разница была на 2 часа, сейчас разница на час. Ну, а теперь пару минут о природе. От лучшего природоведа. Да, природоведение я знаю все. Не могу спутать кедр с чем угодно. Ну, кроме березы. Наконец-то, кстати, здесь используются поля уже. Они и раньше, я замечал, начали использоваться. Так, наверное. Примерно так 30% полей. Но все равно было очень много. Или то, что, не знаю. Может, брошено, а может, и не брошено. Но было не ухожено совсем. Здесь вот тоже видим, часть абсолютно не ухожена. А вот там дальше что-то уже засеяно. Ну, уже растет. Так же, как и здесь. Часть просто полосы. Возможно, она им не подходит. Тут или экология какая-то, или рельеф им не нравится. Но вот там дальше уже что-то делают. Вот здесь вот прямо возле дороги растет подсолнечник. Все нормально. Ему рельеф даже никакой не нужен. Могли бы и дальше засадить все вот эти поля тем же самым подсолнечником, кукурузой. Но, видимо, что-то вот их не устраивает. Непонятно. Ну и да, кстати. Так как пассивные поля, пассивные территории увеличиваются, то места для леса остается все меньше и меньше. Да и в принципе здесь леса не так, что и много было. Только я сказал про то, что здесь мало лесов. И просто поднялся на холм и увидел. Ну, здесь немало лесов. Все нормально. С лесами все в порядке. Вздремнул я еще полчасика. А то как-то меня хватает на полчаса езды и начинает опять рубить в сон. Здесь я уже просто прилег и вот проснулся сейчас. Чувствую себя опять бодрым. Готовым проехать тысячи километров без остановок. Надеюсь, так и будет. И вот что еще. Какая-то беда с расходом электроэнергии. Ну, я понимаю, конечно, мы поднимаемся чуть-чуть. Ну, как поднимаемся, да? Колебание идет примерно в 2 метра там. Это больше погрешность вычислений. А расход такой, как будто бы не сопротивление большое. Ветра вроде нет. Вот. С горочки понятны, да? Никакого сопротивления мы покатились. Но в целом, вот, расход 8,3 мне очень не нравится. Ну, я знаю, я уверен, что я доеду. Тут 13 километров осталось до заправки. Но 8,3 это слишком маленький пробег на километре. Надо подумать, что я делаю не так. Может быть, я... Может быть, виноват я. Пока что первая у меня мысль, это о том, что резина холодная, и давления в ней маловато. Поэтому создается большое сопротивление качениям. Ну, а других мыслей у меня нет. Почему так много расходуется? Вчера были те же самые холмы. Ну, их было, правда, меньше чуть-чуть. Но были те же самые. По холмам были. Довольно-таки хороший пробег. Посмотрим, что будет днем, когда колеса прогреются. Да они сейчас уже должны были прогреться. Я проехал, вон, сколько, 92 километра, правда, с двумя остановками. Но они бы не успели остыть, правда, так сильно. И так, друзья, я приехал на очередное место, где я подзаряжаюсь. Это уже мои родные заправки «Лукойл». Раньше для меня были родными заправками ННК, бывший НК «Альянс». Потом «Газпромнефть» и сейчас «Лукойл». Все как обычно. Так, похоже, «Лукойл» не станет моей постоянной остановкой в моем автопробеге. Прямо сейчас уже началось, ну, как раз то, что я и говорил там, на «Кубане». Вылетают, отключают. Как и здесь приехало что-то типа управляющей. У нас такая услуга не предоставляется. Отключайте. Ну, я ей сказал про то, что есть закон, постановление о том, что должна быть возможность подзарядки электромобилей. Она просто заткнулась и ушла. Я подумал, что съела, значит. Сижу, сижу и не контролирую зарядку. Ну, а это существо просто взяло и отключило розетку. Просто вот так вот в тише включение все. Зачем что-то доказывать? Зачем предоставлять условно клиенту? Зачем вообще что-то делать? Просто отключить. И так проще всего. Пришел напротив и сюда. Здесь все в порядке. Договорился о розетке, договорился о покушать. Все нормально, встаю, заряжаюсь. Насколько я помню, вплоть до Саратова будут вот такие теперь дороги. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Пока что мой расход 8,3. Поеду я, ну, примерно 90. Иногда даже 100 на спуске разгоняется. И 2,3 по инерции заходят. Но я стараюсь ниже 85 не опускать. Так как сзади очередной... Видно его? Очередной нервный дальнобой, который прямо в жопу пытается мне въехать. Вот, примерно я заправился немножко. Зарядился. Но там розетки такие, не очень. Пришлось поставить на 10 А. Ну, на 10 А она зарядка такая. Слабенькая. А не стал долго ждать. И поехал. Здесь по пути вроде бы есть по плакшеру много точек, которые предоставляют зарядку. Попробую зарядиться вон. Вот, я доехал до шиномонтажа по плакшеру. Здесь примерно 50 километров нужно было проехать. Шиномонтаж закрыт. Я обратился к заправщику рядом. Он, оказывается, имеет доступ к шиномонтажу. Открыл. Подключили меня. Заряжался я минут 7. Все. Выбил на шиномонтажке автоматы. Самое интересное, что автоматы были 20 амперные. Ну, 25 амперные. Как их могла вырубить зарядка на 16 ампер, вот я не понимаю. При том, что все оборудование на шиномонтажке было выключено. Дальше он говорит, ну, короче, давай тогда я тебя подключу у себя там в операторской. Сказал, что там розетки другие. Ну, что, давай попробуем. Отказываться я не буду. Вот, поехали, пошли к нему. Подключили. Я посмотрел автоматы там у него на 16 ампер. И все работает. Нормальная проводка, нормальная розетка. И все работает. От 16 амперного автомата на 16 амперной зарядке. Как обычно, вот шиномонтаж наэкономил на всем просто. Тониченькие проводочки, дешевенькие розетки. И даже автомат на 25 ампер каким-то образом выбивает. Продолжить ее заряжаться. Следующий мой пункт это быстрая зарядка в Самаре. До нее мне осталось всего лишь 70 километров доехать. А я за последние 50 уже меняю третью зарядку. Ну, что уж тут сказать. Нелегка жизнь водителя Nissan Leaf. По крайней мере с батареей малой емкости. Сейчас еще один прикол на шиномонтаже. Я тут заряжаюсь. У меня уже 9,5 киловатт-час по ремейну. Думаю, да ладно, мне уже хватит 70 километров проехать. Что тут время терять? Там быстрая зарядка тем более. И, короче, говорю, ну ладно, меня отключай, короче, дружище. Он отключает, все, я собираюсь. Он стоит, не уходит. Я думаю, ну, понятное дело, он, видимо, неудобно как-то попросить или еще что-то. Потому что раньше о деньгах вообще никакой речи не было. Ну, и я спрашиваю из вежливости. Да их, в принципе, готов был заплатить. Спрашиваю, ну, я что-то должен? Да, конечно, должен. И не говорит, сколько. Я достаю это. 100 рублей вручаю ему. Он такой, вообще-то 200. Я такой, в смысле, за что 200? Мы вообще о деньгах не говорили. Ну, как что? По тарифу. У нас тут вообще-то 7 рублей стоит. Я такой, окей. Я взял 7 киловатт. 7 на 7,49. Что, полтинника тогда хватит? Ну, и так 2 часа нормально. Если где платил 50 рублей в час, так нормально, все радовались. Ну, ладно, нормально. И ушел. Вот жадные-то люди, а. 200 рублей. За что? За воздух? Ребят, я, конечно, ну, действительно, хорошо к вам отношусь за то, что вы вообще позволили мне воспользоваться вашей розеткой. Очень благодарен. Но вот эта вот жадность, как там говорят, жадность в крае раздубила. Всегда есть какие-то границы, рамки. И 50 рублей в час – это уже перебор. Но я считаю, что так, как человек, так, как какая-то организация позволила мне это сделать, то это нормальная благодарность. Да, это много, но это нормальная благодарность. Но 100 рублей в час – это уже перебор. Я заплатил всего 100 рублей. Вот, собственно, он согласился на 100 рублей. И на этом тоже огромное спасибо. Вот. Но остается такой осадочек не очень приятный. Ну что, Сашка, хотел ремонт? Получи ремонт. 8 километров ремонтных дорог. А будет ли мое любимое реверсивное движение? Ну, впереди кольцо. О, кольцо и ремонтные работы. Я постараюсь это заснять аккуратненько. Саша? Пока. Какой крутой город! Не, ну такие ремонтные работы это нормальные работы. Что была одна полоска вперед со сплошной, что сейчас одна полоска вперед со сплошной. Единственное, что я нормально, без зазрения совести могу ехать 50 км в час. Въезжаем. Въехал в город Самара вот только что. Такой город чем-то отличается от всех остальных. Пока не знаю чем. Но Простов тоже есть, как и во всех городах. Наконец-то! Наконец-то я в Самаре, в центре Самары практически. Уже даже на выезде можно сказать. Вот здесь вот это вот Татнефть. Очень популярно. Даже у нас в Краснодаре есть пара заправок. И у них есть это чудо! Вот это вот быстрая заправка, быстрая зарядка. Ну все по классике. Станция живет сама по себе. Вот карточка находится у оператора. Она просто приходит, активирует ее. А ты потом идешь и говоришь, сколько у тебя накапало электричества. Вот, стою заряжаюсь. Обманывать не к чему. Обманывать не к чему, потому что, в принципе, выходит не так уж и дорого. 15 киловатт, даже если зальется, то там 150 рублей 200 это было на той грабежной заправке, где это было, там уже забыл совсем в Уфе. Самая дорогая заправка. Чисто для протокола. Когда сюда приехал, была температура максимальная батареи 34,1. Там что-то такое. Это 4,2. Ремейн был 1,2. Посмотрим, как она нагреется. Ну, можно сказать, за полную зарядку. Да и вообще, насколько зарядится. Так, по поводу заряда. Ну, в общем-то, она сразу вышла на свой максимум 25 киловатт. Больше не дает. Кстати, вот, ну, я уже показывал, сох у меня повысился обратно. Жалко, только десятая палка не возвращается. Очень жаль. Смотрится намного лучше панелка. Недалека пятитысячная зарядка уже. А вот что мы имеем после зарядки. На 14 равно по ремейну меня отрубили. Ну, в общем-то, оно и правильно. И температура поднялась на 6 градусов в самой горячей точке. Да. Теперь до конца дня она уже не остынет. Остынет только ночью. То есть, быстрые зарядки мне теперь противопоказаны. Хотя до них я и не доберусь сегодня, да и завтра, наверное, только к вечеру. Так, так, так. А здесь у нас такие показатели. Вот этот мы сброшены. Ой, смотрите, последней палки нет. А, ну да, у меня аж 15,8 теперь. То есть, 1,8 киловатт можно было бы где-нибудь добрать. Ну, ладно, сейчас выезжаем за город. А там я найду либо какую-нибудь заправку, либо кафешку. И постараюсь добрать то, что не добрал. Ну, или вообще что-нибудь взять, если что-то получится. Так, план, точнее не план, а цель, наверное. Цель Саратов. В общем, из Самары выезжал, выезжал. Отъехал от заправочной станции и попал в пробку. Потом немножечко проехал и опять пробка. И вот уже, казалось бы, выезд из города. Что может быть? Пробка! Ха-ха! Не, ну это пробка такая. Я там по карте по Яндексу смотрел. Там два или три ДТП в конце вот этой прямой. Вот. Поэтому и стоим. Я сейчас нацелился на заправку Лукойл. Она в 149 километрах. Само собой, я 149 километров проеду только в лучшем случае, если буду тошнить 45 километров в час. Вот. А в 60, 65 или 70, если ехать, то это расстояние я, конечно же, не проеду. И поэтому по пути нужно будет найти что-то, где можно будет притулить свою вилку. Вот. По пути, по карте. Кафешки, конечно же, есть. И кафешки, это, наверное, лучший вариант. Потому что просить розетку на АЗС с названием АЗС, я думаю, это самое глупое, что может быть. Так как все эти АЗС с названием АЗС, это обычно какие-нибудь вагончики. Где не то, что нет нормальных розеток или напряжения, да там, в принципе, и проводов-то нормальных никогда не видели. Собственно, на выезде из Самары, даже не из Самары уже, а здесь какой-то поселок Яицковый. Вот из него на выезде уже стоит какая-то лукоил заправка такая мини. Никаких внешних розеток нет. Вот. Ну, я подъехал сзади. А тут работник АЗС. Я у него спрашиваю, а можно розетку подзарядиться, подзарядить автомобиль. Да, конечно, без проблем. Главное, чтобы ничего не сгорело тут. Ну, я поставил 10 ампер. Сейчас вот заряжаюсь уже восемь с половиной минут. Там ничего нигде не нагрелось. Все хорошо. Вот. Решил добить просто запас хотя бы немного. Потому что мне сейчас порядка, вот сейчас скажу точно. До следующей АЗС. Ровно 130 километров. Так. Ровно 130 километров, а это значит, что мне нужно в идеальном просто случае, в идеальнейшем 14 киловатт на остатки. То есть полный заряд. У меня 12 сейчас будет. Я добью до 13 и поеду дальше. Дальше по-любому я встречу какую-нибудь кафешку, которая даст мне зарядиться. Надо только нормальную найти с нормальной розеткой. Потому что здесь я заряжаюсь тоже. Вот я поставил 10 ампер, а просадка электричества идет до 186 вольт. Это просто катастрофа. Упадет, по-моему, до 180 и у них должны стабилизаторы вырубиться. Ну или точно не помню, там некоторые стабилизаторы хорошие. Позволяют и до 160 вольт опускать напряжение входное. Но 186 вольт в сети это, конечно, да. Итак, прошел час. Я пополнил свой запас на 1,2 кВт часа полимейном. И выдвинулся дальше. Вот. Так я и сказал, уже буду ехать по пути, искать нормальную шашлычку. Нормальную шашлычку. Это я просто шашлычку проезжаю и говорю, что буду искать нормальную шашлычку, нормальную кафешку, такую более-менее, чтоб с нормальными розетками выглядело хотя бы. И буду пытаться с ними договориться, покушать, зарядиться. Дело в том, что уже вечер, в принципе, и покушать пора. И зарядиться бы тоже не мешало. Потому что сейчас пока что остатка мне не хватает даже на идеальный вариант. На идеальный случай, чтоб доехать. Такую вот местную... Такую вот дорогу я выбрал для передвижения в сторону Саратова. Дорога местного значения вместо федералки. Движение... Я решил снять видео сейчас, потому что хотел сказать, какое тут слабое движение и как мало здесь грузовых машин. И вдруг образовалась куча машин и куча дальнобоев. Ну, не куча, но... До этого не было просто ни одного. Пара машин в час тебя обгонят, только и всё. Я надеюсь, что это просто был какой-то... Застой где-то, и все они резко откуда-то сорвались. Не знаю, может с работы домой поехали. Но это как-то... Не было никого, и тут резко сразу движуха. Я надеюсь, дальше эта движуха станет намного меньше. И я буду спокойненько телепаться свои 60 км в час на максимально далёкие расстояния. Нашёл её всё-таки место, где подзарядиться. Заезжал в несколько кафе. Ну... Какие-то они такие, не очень были. Ну, в плане... В плане розеток. Я искал хорошую, чтобы нормально подтвердиться, быстро. Здесь кафе. Это либо какой-нибудь сарайчик с названием, с надписью шашлык. Либо что-то такое прям помпезное, куда в тапках вот таких вот не заходят, наверное. Там тачки стояли, девяточки, троечки. Был бы я со своими троечками, я бы, наверное, туда подъехал. Вот, а так вот... Кафе. Отель здесь. Заехал, покушал. Цены такие же, средние. Ну, может быть, чуть-чуть выше среднего. Но сама подача, это просто круто. Принесли суп. Причем принесли в такой нормальной тарелке, а не в каком-то ковшике. Самое принесли так, подача была как в ресторане. То есть суп, он не расплескался по тарелке. Или как в одной из кафе, мне его просто кинули на стол, что он даже чуть-чуть разлился. Так вот, здесь такого не было. Суп принесли настолько ровно и гладко, что он даже рисунок на тарелке не оставил. Он не взболтался ни на секундочку там. Плов, конечно, не как у узбеков, но довольно-таки приличный. Все прилично. Все чисто. Просторно. Зал просто обалденный. Сделан из дерева весь. Пожалуй, я это место рекомендую. Тут вот Газпром. Первый от Самары. И вот такая вот кафеха. Пользователям кафе можно пользоваться розетками. Я вот подключился и заряжаюсь. Так, друзья, смотрим. Вот что я тут назаряжал. Температура, кстати, во время зарядки от медленной сети от медленной сети от малым током она только остывает, несмотря на то, что температура упала всего на 4 градуса окружающая. Ну и то, да, как мне сказали в комментариях, остывает именно датчик. Дело в том, что я-то действительно я не помню, где там стоит датчик. Вот, например, в гибридах этот датчик стоит прямо практически внутри ячеек. Поэтому температуру, которую они показывают, она более актуальна. А здесь, да, действительно, я ни разу не разбирал эту батарейку и не знаю, какую температуру показывает этот датчик. Рядом с ячейкой или все-таки там, допустим, между ячеек в глубине. Вот, ну да ладно. 90 километров до зарядки, ну, до какой зарядки, до заправки Look Oil, где, возможно, мне дадут воспользоваться розеткой. Ну, так как я приеду туда ночью, уже в темное время суток, я постараюсь незаметно подключиться к этой розетке и до следующей смены в 7 утра или в 8, мне вообще беспокоиться не о чем. Я даже еще раньше уеду, чем они заметят что-то. Так. Ну, все, вперед. В общем, уже практически приехал, да, в конечного пункта, где Look Oil. А тут уже, короче, километра 4, просто какая-то жесть. Асфальт просто, он весь в кочках, он весь провалился. Одни кочки, ямы, это ужас, просто ужас. И трещины еще вдобавок. Я сначала ехал по всему этому говну, но они были равномерные, такие кочки, 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 кочки. На определенной скорости то это все сглаживается. Стойки просто, ну, не успевают входить в резонанс с покрытием. И кажется, что едешь по-ровному. А потом начались еще волны, такие большие перепады. И это, это вот просто, просто жесть. Вот поселок Знаменский. Прям как в Краснодаре. В общем, даже те, кто меня облетал там на огромной скорости, вот мы тут все вместе сейчас тащимся по вот этой вот просто жести. Камера, наверное, как обычно, передает какой-нибудь идеально ровный асфальт. Ничего подобного. Здесь просто вот на 20 км в час калашматит так, что просто ужас, ужас. Оооо. Ооо. 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 Ооо, да. А вот так камера снимает ровный асфальт. Попробуйте сравнить. так по местному времени без 15 полночь я тут уже покушал мне пришлось покушать для того чтобы заработать право на розетку сначала подключили снаружи розетку от автомата с грушей ну такая среднячковая розетка я сразу поставил 10 ампер вот но не получилось не не потому что она там не выдержал еще что она держалась хорошо держалась вот она уже до меня была такая раздолбанная все что видимо нагревшись что видимо нагревшись она перестала держать контакт переключили на розетку внутри я все-таки нашел розетку внутри свободную хорошую кабель толстенный подходит протянули через окна кабель подключили все работает 16 ампер тянет отлично вот и подключили обратно этот автомат боксерский с грушей ему хватает этого контакта он работает вот